Здравствуйте, дорогие друзья! Вы опять на канале Ксюша2000. Как мне хочется поменять это название, но ничего в голову не приходит. Сегодня я опять буду рисовать волны. Покажу вам сейчас мой скетчбук. Здесь у меня заполнено несколько страниц разными вариантами волн. Как вы видите, я использовала ультрамарин. И на мой взгляд, сильно ярко. Вот все вот эти мазки. Получается, верхняя часть океана, она сильно яркая. Она всё-таки должна быть темнее. И тогда волна просто загорит. Если оставить волну такую, как она есть, а сзади более тёмная, она будет прям светиться. И акварель – это не масло. Утемнить что-то, чтобы оно не пожухло, не так уж просто. Когда мы начинаем соединять краски, то они высыхают, ну, как я уже сказала, жухлые. То есть они не яркие, они не прозрачные. То есть мне надо найти одну какую-то тёмно-голубую краску, у которой один пигмент, и которая хорошо высыхает. Если вы смотрели моё прошлое видео, то вы понимаете, что индиго не подходит. Потому что индиго всё-таки тоже высыхает жухла. Вот именно для этого эффекта, светящейся волны. Вот здесь я пыталась добавлять другой оттенок. Вот видите, ультрамарин, и вверху там добавлено что-то другое. И сразу такие жухлые участки. Либо очень тёмные будут и яркие, либо жухлые участки. Но сегодня я всё равно буду использовать индиго. У меня там ещё есть в Невской палитре хороший тёмно-синий, который я не пробовала именно для воды, для волн. Он называется что-то как индотренный синий. Может быть, через пару недель я начну опять писать Невской палитрой, и тогда я попробую эту краску. Теперь я начну сразу акварелью, без рисунка. Вот здесь будет солнце, и оно будет такое размытое. По идее, там вдалеке такой океанский туман, который не видно как туман. Просто вдали всё получается размытое. Я для этого смачиваю лист бумаги. Сразу немножко больше я смочила там, где будет само солнце. То есть там вот эти первые мазки были водяные. Даже если впоследствии я смачиваю весь лист бумаги, именно в том месте, где были первые мокрые пятна, краска будет давать более нежный переход, чем по краям этой же бумаги. Вон, видите, как выгибается эта бумага. Это мягкая бумага, это фабриана, 50% хлопок. И она вот так себя ведёт, когда она влажная. Её, как правило, надо закреплять. И вот здесь дело такое, если закрепить её лентой сразу, когда она сухая, то будет ещё хуже. Она сильно растягивается, когда она влажная. Не могу сказать в процентах, ну, если взять вот лист где-то длиной сантиметров 20, то где-то на полсантиметра с каждого края будет растяжка. Ну, это так, примерно на глаз. Я специально не мерила, но просто, когда я прикладываю сухой лист бумаги там, где у меня лежит смоченная бумага, то я могу сравнить визуально, насколько она вытянулась. И вот эта бумага, она сильно вытягивается, когда влажная. Поэтому закреплять её на планшете в сухом виде не имеет никакого смысла. Она начинает так кучерявиться. Поэтому я на ней начинаю вот именно так. Я обычно смачиваю, потом закрепляю вот этими прищепками или как они там называются. Ну, дальше можно рисовать. По-сухому на этой бумаге вообще-то не пишут. Потому что стопроцентной акварели сухой не бывает. То есть, когда вы будете наносить краску на сухую бумагу, вы всё равно эту бумагу смачиваете. И она будет делать то же самое, но у вас уже будет там краска. И это будет совсем неудобно. То есть, лучше сначала её смочить, дать ей выгнуться, то есть, дать ей растянуться, потом её закрепить прищепками. В конце, когда вот всё это впитается, вся эта влага, вся эта краска вовнутрь. И я уберу эти прищепки, вы увидите, что она уже просто держится приклеенной планшету. Кругами наношу краску. Внутри я оставляю беленький кружочек. И такой достаточно большой, так как всё влажно, эта краска будет пытаться заполнить этот кружочек. Но всё равно там будет более светлое пятно. В конце, когда это всё высохнет, вы увидите. Жёлтый я сегодня использую кадми жёлтый. Но только из-за того, что он у меня там вылитый на палитру, я хочу его вымыть. Если у вас есть лимонный, то получается более интересно. Лимонный даёт такой холодный оттенок, именно там, где у нас будет вот этот светлый кусок. а потом этот оттенок переходит в оранжевый, более тёплый, а потом вы добавляете какой-то тёмный синий. Ультрамарин я не советую, он сильно яркий, а также он отбеливает другие краски. То есть там, где вы будете наносить ультрамарин, где вот будет соединение этого оранжевого и синего, у вас будет получаться просто какое-то отбеленное серое пятно. Хотя это тоже может получиться интересно, потому что иногда туман серый. То есть надо экспериментировать, надо пытаться рисовать тем, что есть, смотреть, как это получается, нравится вам или не нравится. Вот совершенно у меня нет доверия к этой бумаге. Вот эта линия вот здесь, не знаю, останется она или нет. Хотелось бы, чтобы она размылась, чтобы не было вот такого чёткого круга между холодным и тёплым. если бы это был стопроцентный хлопок, то я бы об этом и не думала, потому что я знаю, что хлопок он размывает такие границы. Древесная бумага обычно нет, она обычно держит мазок, даже если это по-мокрому. Конечно, смотря какая тоже бумага, если она сделана из шалковицы, из древесины шалковицы, то она тоже размывает. Но у нас же никогда не определяют из чего бумага. Я знаю, что когда делают бумагу для каллиграфии, для любой азиатской каллиграфии, то обязательно пишут какая-то бумага. Там бумага из дуба, бумага из сосны, бумага из шалковицы. И мне пару раз как-то попадалась бумага из шалковицы, и я не могла сказать, это хлопок или это не хлопок. Вот примерно где будет зеленое, там у меня будет волна, но волна все-таки будет выше. Это там у меня уже будет просвечиваться песок. Хочу добавить еще больше влаги, чтобы именно разошлись мазки и кисточки, а пятна от брызгов, они как раз подойдут, так как это вода, там будет бушевать пена, то есть все эти пятна будут украшать эту работу, будут придавать больше интереса. Видите, как я побрызгала, и текстура бумаги видна, как она интересно выглядит. И вот внизу, где я покрасила зеленым, и там видны мои даже отпечатки пальцев. То есть бумага такая чувствительная, но это потому, что она мягкая. Когда вы руками ее берете, немножко придавливаете, и потом в том месте краска не берется. Вон, видите, сколько у меня воды, прямо лужи стоят. Я знаю, что люди очень часто боятся мокрую акварель. Именно писать по мокрой бумаге, мокрыми мазками, но это дает очень даже интересный результат. Просто надо начать, просто надо поэкспериментировать, там сделать штуки три работ, на четвертый, пятый начнет получаться. Я уже определилась, где у меня примерно будет волна, теперь мне нужно будет провести горизонт. Я сейчас вот сюда добавил опять гранулирующей краски кобальт-туркуис, но очень мало. То есть я хочу, чтобы у меня там были какие-то пятна от грануляций, то есть как будто там брызги внутри волны. Но я не хочу, чтобы это было прямо центром такого большого внимания. Я имею ввиду грануляция, то есть разные точки, разные узоры внутри волны. В целом волна естественно должна привлекать внимание, естественно она будет центром. Сухой кисточкой, вернее не сухой, а отжатой кисточкой я провела горизонт и как послушно выбралась вода и теперь там же я провожу темно-синюю полосу, это все еще тот самый индига, который мы знаем когда высохнет он не будет такой сочный. Теперь мне нужна маскирующая жидкость и лучше получится когда эта жидкость старая то есть слегка суховатая и пока здесь у меня заминка ну-ка я сейчас гляну что там у меня на этом индига написано значит здесь три пигмента PR122 это квинокродон розовый это красивый яркий пигмент и хорошо ярко высыхает потом идет PB15 это Thallow Blue это тоже красивый яркий пигмент слегка зеленоватый оттенок получается что этот розовый и этот зеленоватый голубой они друг друга гасят и следующий пигмент PBK6 это Carbon то есть это черный животного происхождения как правило он сам по себе гранулирует я не думаю что его там много в этом индига но наверное это вот именно то из-за чего этот индига жухнет вообще-то в оригинале своем индига это один пигмент который делается из растения из цветка который так кстати называется но я так понимаю что это производство достаточно дорогое и поэтому в красках сейчас смешивают цвет похоже на индига натуральный ну что ж вы видите что я делаю с маскирующей жидкостью я взяла салфетку порвала в ней край помяла ее переопускаю ее в маскирующую жидкость дальше распрямляю чтобы получить такую узкую полосу по мере возможности ну и дальше я прикасаюсь вот тем что у меня на этой салфетке в тех местах где у меня будет пена здесь конечно есть проблема контролируемости процесса мне совершенно не видно попала туда маскирующая жидкость или нет в том направлении не в том исправить возможности не будет то есть надо принимать то как есть несмотря ни на что доверять этому процессу ну и будем надеяться что все получится и все будет хорошо а дальше все это надо оставить часа на два а потом еще и высушить феном вот и прошли эти два часа посмотрите как все это высохло на мой взгляд интересно желтая оранжевая индиго хорошо размылись хорошо соединились эта темная полоса на горизонте тоже высохла интересно мне нравится что она волнистая то есть где-то там и вправду уже видно как поднимается волна вот с правой стороны особенно и в целом есть ощущение тумана на заднем плане а дальше начинается второй этап это самый страшный этап прям страшилка это то что я часто по-английски говорю ugly stage ugly это ну как ужасная что ли некрасивая stage это стадия то есть вот это ужасная стадия потому что все высохло выглядит красиво заливку может сделать любой главное мокрая бумага мокрая краска сильно не мусолить дать этому высохнуть и все равно как-нибудь у вас получится что-то интересное а вот теперь дальше надо прописывать более средние темные тона и вот это обычно тяжело потому что мы не видим и мы не представляем то что мы делаем потому что краска будет высыхать совершенно не так как она выглядит в момент производства то здесь это только опыт и доверие тому что что-то да получится что мы сейчас делаем мы прописываем тени то есть вы ищете крупные теневые массы и вы их покрываете цветом который там у вас есть на референсе если есть референс если референса нет то это конечно уже опыт если вы сделаете достаточно работы то уже вы будете представлять что и как должно выглядеть что например задняя полоса у океана всегда темная что потом впереди будет светлая волна у нее будет прозрачный глаз то есть самое тонкое место в воде которое поднимается и там проходят лучи солнца из-за этого это место такое самое светлое и поэтому и называют глаз пена вверху будет какая-то белая или светло-сероватая внизу пойдет более желтая либо более зеленая краска то есть эти тени эти пятна они будут либо желтоватые либо зеленоватые можно конечно иногда и голубой вводить это то где мы уже видим песок или камни или что там которые нам видны через эту воду но мы все равно еще их не можем определить по форме то есть мы это видим просто в виде цвета и каких-то непонятных пятен если вы таких работ несколько сделаете то все это уже у вас будет в голове и вам не нужен никакой референс чтобы нарисовать просто одну волну мазки-кисточки всегда идут по направлению движения воды то есть вы себе просто представляете вот здесь вода поднимается вверх и соответственно кисточка поднимается вверх надо промокать лишнюю эту жидкую краску там где она попадает на маскирующую жидкость во-первых она будет долго высыхать а во-вторых она не прилипает к маскирующей жидкости когда вы будете снимать эту резину то краска может смазаться и получатся такие нежелательные темные полосы хотя когда мы пишем вот нечто такое как волну океан природу то наверное все эти смазанные полосы они значения не имеют может и наоборот но у меня просто уже привычка такая если бы это был портрет например то конечно же эти полосы были бы совершенно нежелательные теперь все это надо очень хорошо высушить перестраховаться несколько раз сушить я имею ввиду так как дальше я буду снимать маскирующую жидкость и если бумага хоть чуть-чуть мокрая хоть где-то в каком-то маленьком месте эта маскирующая жидкость сделает там дырку прямо вырвет клочок бумаги ну теперь можно снимать маскирующую жидкость для этого есть специальная резинка моя уже такая старенькая вот она когда это новое то оно такое квадратное белого цвета моей где-то года два вот через два года она будет вот такой и конечно если использовать эту жидкость так как использую я я не могу сказать что я там прям каждый день что-то рисую и использую маскирующую жидкость на самом деле я это делаю очень даже редко хотя хочется как-то начать ее применять вот в таких крутых каких-то моментах когда ее смешивают с краской там брызгают ей заливают ей в общем это надо экспериментировать кто-то мне написал что купили маскирующую жидкость после моего видео и пытались ей пользоваться и она рвет бумагу и при этом бумагу высушили хорошо скорее всего вы купили маскирующую жидкость которую не снимают их бывает два вида одна временная то есть та которой пользуюсь я а вторая постоянная и она становится частью работы ее не снимают когда пытаются ее снять она рвет бумагу на этой баночке должно быть написано если ничего не написано то это обыкновенная маскирующая жидкость вот такая как у меня но та которая постоянная на ней должно быть это написано если конечно на вашей баночке ничего не написано и она все равно так себя ведет то я не знаю это может какой-то бренд который делает такую жидкость маскирующую у меня как вы видите проблем нет ну вот теперь когда вся эта маскирующая жидкость снята мне видны мои четкие белые пятна мне теперь можно определиться с композицией вот такая вредная может быть акварель что вопросы композиции решаются в конце с правой стороны там где такое вот большое густое взрывное пятно получилось такое бывает там где есть преграда у волны то есть какой-то камень какой-то кусочек скалы который будет торчать из воды и вот здесь ровно посредине его надо будет нарисовать и он будет темного цвета почти черный я сделаю этот черный составной чтобы он не был уж слишком кричащим составной имеется ввиду из красок которые у меня уже здесь есть индиго там может добавлю какой-то теплой краски так как в небе у меня есть оранжевый то мне можно оранжевый тоже добавить и тогда все это как-то будет принадлежать друг другу если просто этот камень нарисовать черной краской то он будет слишком вырываться он будет кричащий как будто бы я вырезала что-то из черной бумаги и приклеила ну что теперь нужно пену отделить от глаза как я это делаю я провожу мазок жидкой краской а потом этот мазок растягиваю то есть это был даже не мазок а это была ну как тоненькая что ли полоса но она достаточно жидкая когда я беру другую кисточку я могу вытянуть эту краску на мой взгляд это легче делать плоской кисточкой то есть вот так как делаю я направление мазка вот этой вытяжки имеется ввиду идет по направлению движения воды хотим мы или не хотим там будут оставаться какие-то белые пропуски которые в конце будут именно и создавать всякие линии которые показывают направление движения воды я видела как художники делают подобное круглой кисточкой одним мазком то есть они ставят плоско эту кисточку на границу пены этого глаза и потом одним мазком протягивают и у них даже очень хорошо получается но это такой рисковый способ этим одним мазком можно в принципе все испортить более легкий способ на мой взгляд вот этот последовательный когда вы проводите жидкий мазок а потом его растягиваете это просто и понятно и вообще когда мы все это выписываем я имею ввиду все эти легкие мазки внутри вот этой белой массы здесь главное не переделать лучше сделать меньше чем слишком много я на кисточку беру очень слабую краску такое ощущение что она вообще не оставит никакого мазка в этом белом пространстве но мазки все-таки остаются иногда приходится идти два-три раза по одному и тому же месту потому что краска такая слабая но это все равно лучше чем перетемнить а потом вытирать ну теперь уже видно как постепенно вырисовывается волна вот это большая основная волна я сейчас еще раз прохожу по этому месту которое называется глаз там внизу тоже есть маленькая волна которая либо заканчивается либо только собирается ну дальше я буду делать камень надо быть уверенными что это место белое там где будет камень или кусок скалы совершенно сухое иначе эта темная краска растечется и все испортит это еще не камень здесь тоже темная краска но камень будет с правой стороны а это я просто все еще оттеняю пену от воды чтобы было четче и понятнее потом когда все вот это зеленоватое высохнет то я внизу проведу пару темных мазков просто сейчас когда все влажное в этом нет никакого смысла ну что теперь надо сделать хороший темный цвет я уже говорила почему я не хочу брать просто черный я хочу смешать краску так что получился близок к черному оттенок беру жженую умбру потом индига в результате получился какой-то зеленоватый оттенок он мне не понравился дальше я добавила теплый коричневый наконец-то у меня получился какой-то такой нейтральный темный оттенок вначале я слабо прорисую форму то есть пятно этого камня а потом туда добавлю больше краски чтобы сделать более темным когда эта краска высохнет она не будет такая сплошная будут пятна где-то будет чуть теплее где-то чуть холоднее в целом этот камень должен быть темным во-первых мы на него смотрим против солнца то есть мы не будем видеть никаких там отдельных оттенков каких-то белых полосочек все будет засвеченное а во-вторых он мокрый то есть он должен быть вот именно такой темно-серый какой-то наверное для видео я над этим камнем работаю больше чем надо его можно сделать просто двумя простыми мазками и получить достаточно хорошую свободную форму но ответственность друзья хочется сделать как лучше ну вот камень окончены теперь обещанная парочку темных мазков это индиго чистый эти мазки должны быть легкие прямо такое слабое прикосновение теперь все это надо высушить я буду сушить феном лучше конечно оставить чтобы это высохло само потому что краска все еще будет взаимодействовать но для этого надо время может быть часик у меня уже этого времени нет так что я высушу феном и вы сразу увидите что получится и последние две минуты я хочу потратить на то чтобы поблагодарить вас всех кто пишет такие замечательные комментарии вы уж меня извините что я отвечаю сейчас на них намного медленнее одно дело когда было две тысячи подписчиков три тысячи подписчиков и количество комментариев было такое что мне было легко отвечать в этот же день но как только переваливает вот где-то за семь тысяч подписчиков комментариев становится достаточно много и многие из этих комментариев даже большинство из этих комментариев ставят под старыми видео, которые вы уже даже и не видите. И, возможно, я говорю о каком-то комментарии, отвечаю на какой-то вопрос, который никто даже не может и найти. А также я хочу поблагодарить кого-то, не знаю кого, но кто-то два дня назад поместил куда-то мое видео, то есть куда-то в какие-то социальные сети, и буквально за два часа у него было две тысячи просмотров. Это видео, которое я делала на прошлой неделе. Там, где я в маленьком блокноте, не в маленьком блокноте, в большом блокноте рисовала четыре отдельных картинки. И у него так резко, буквально за несколько часов подпрыгнули просмотры, что я понимаю, что кто-то куда-то это видео поместил. Спасибо вам большое. Ну что ж, на этом мое видео подходит к концу. Спасибо всем, кто досмотрел его до конца. Я всегда надеюсь, что мои видео приносят пользу, отвечают на какие-то полезные вопросы, что кто-то чему-то по моим видео научился. Это мне вообще всегда приятно знать. На сегодня это всё. До свидания. Удачи вам в вашем творчестве. И возвращайтесь на мой канал. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok